СТОЛИЦА РОССИИ Михаил Задорнов в ток-шоу Неформат. А что вы хотите от Неформата? Неформат он и в Африке, и Неформат. Здравствуйте, друзья, все, кто только что присоединился к радиостанции Юмор.ФМ. Вы слушаете программу Неформат прямо сейчас. На ваши вопросы отвечает Михаил Задорнов. Мы подводим итоги недели. Меня зовут Максим Забелин. Я вижу несколько очень хороших смс-сообщений, которые вы нам присылаете на 8870. Обязательно ответим на ваши вопросы и про платный МКАД, и про то, что в Новгороде все обрабатывается и растет. Все хорошо, об этом мы поговорим. Сейчас, пока мы пообщаемся с Михаилом Николаевичем по поводу золота. Я очень коротко расскажу о том, что на этой неделе появились сообщения, которые были инициированы газетой Die Welt немецкой, о том, что Россия тайком от всех скупает в массовых порядках золото. Делается это якобы для того, чтобы укрепить рубль настолько, чтобы он стал конкурентом рублю, доллару американскому. Дальше уже пошли различные комментарии на этот счет, что Россия этого сделать не сможет и так далее. То есть смысл следующий. Россия приобретает валюту, выручку за продажу энергоресурсов и сразу же конвертирует ее в золото. То есть валютные резервы России очень резко сокращаются, несмотря на то, что доллары и евро растут. А золотые резервы очень серьезно растут. 55 тонн золота по некоторым оценкам было куплено в России Российским Центробанком на период по октябрь этого года, в 2014 году. И учитывая то, что есть еще два сообщения, которые приходили в этом году о том, что Голландия потребовала у США забрать свой золотой запас из Форта Нокс и Германия объявила о том, что они часть своего золотого запаса хотят перевезти опять в Германию, вызывает определенные опасения, что не близок ли крах доллара. Ведь страны переходят на расчеты в местных валютах. И самое удивительное, что когда Германия потребовала передать им часть золота, это золото не очень быстро передавалось, потому что Соединенные Штаты по некоторым сообщениям, которые я читал, говорили о том, что есть трудности определенные. Не все золото пока посчитано, непонятно, чье, где золото лежит, поэтому вот вам пока 3%. Запрашиваем. Ну вот то, что я и говорил до рекламной паузы. Но в России я... Вот казалось бы, правильно, так надо делать, потому что валюта рухнет, золото остается. Золото не девальвируется в мире. А если девальвируется, то незначительно и ненадолго. Поэтому всегда торговцы евреи скупали и в средние века, и в нынешние, и в древние скупали золото. Но я боюсь, что это России не поможет при сегодняшней, опять-таки, вот этой воровской коррупции нашей. Все равно разворуют золото, а потом скажут, что у нас много гастарбайтеров, они зубы ставили себе в России дешевле, и поэтому золото все исчезло, ушло на гастарбайтеров. Вы знаете, что в этом году Узбекистан без всяких референдумов присоединился к России и переехал сюда? Причем... А у нас, интересно, еще... Ну, им же золото тоже нужно, о них думать надо. И я... Ой, это мне прислали тоже в личку. Значит, у нас же кавказцы тоже слушают в армии, русского не знают. И целые такие роты есть, там, своды. Ну, и у них... Они считали, что главный, самый главный, это у которого большая звезда, майор. Выше они никого не знали. И однажды Дневальный стоял с Северного Кавказа, а приехал подполковник. А тот смотрит на него и не говорит, говорит, товарищ двойной майор. И вот так сегодня называют двойной майор. Это даже в армии, да, происходит. А вот интересное письмо пришло. Ну, чтобы немножко политику перебить. Ой, психолог. У нас же психологи появились, потому что люди же не знают, что... Пойди по грибы и успокоишься. Психолог пишет, беседуй с пациенткой. Она рассказывает, как много лет, жалуется мне, слышала голос в голове. Сначала детский, потом-то голос пошел в школу. Потом закончил ягод сумасшедший. Поступил в институт, защитил диплом. Это она врачу рассказывает. Я бы уже подох со смеху там, если бы я был на его месте. Вот. И она ему говорит, мне было так интересно. Я с ним общалась, воспитываю. А после ваших таблеток он пропал. Ну, что случилось? Психолог гениально ответил. Его в армию забрали. И она успокоилась. А вот недавно в США, в моей любимой стране, прошел конкурс самых... Я ведь не говорю, что они негодяи-американцы. Американцы с очень плохим образованием. Они верят в то, что им говорят сверху. А вот руководят Америкой негодяи. К сожалению, не могу похвастать нашими правителями. Скажите, вот я был в этих городах во всех уральских. Там пенсионерам лечиться не на что. Путин заявил, что возрастут пенсии. А правительство доложило народу, что с 11 тысяч до 13 будут повышены. Вам как не стыдно это говорить? Опубликована пенсия Медведева, которую он получил, 70 тысяч. И плюс еще бизнес. А многие приносили пользу больше, чем сегодняшние министры, между прочим. И у них от с 11 до 13 вы золото скупаете в мире. А вы знаете, что... Ну ладно, я про свою пенсию не говорю. Я ее коплю просто как прикол некий. Но вот у меня, друзья, педагоги есть в театральных вузах. 8 тысяч пенсия. Ну там набегает 12-13. Вам вообще, ребят, не стыдно? Вы хоть знаете об этом? Или вы совсем спятили со своими законами? Глава... Вы знаете, сколько получает премию? Глава Газпрома. А вы знаете, сколько РАУ ЕС? Или как его переименовали? 200-300 тысяч долларов в месяц они получают. Одного навара. Им надо скупать золото, чтобы закрома Родины не иссякли, о котором они присосались. И никто об этом не говорит сегодня. А вот снять с фронтона Аполлона, потому что у него видно не то, что нужно. Мы приближаемся к США по уровню тупизма. Вот предупреждающие надписи. Тройка перлов. В США. Камни. Да. Декоративный набор из камней для садоводов. Декоративный набор. Там в инструкции написано. Камни нельзя есть. Ого. Так как это может обернуться сломанными зубами. Это единственная причина, по которой нельзя сжрать камни. И население Америки спокойно это воспринимает. Поэтому они воспринимают и то, что наши подавили в Крыму половину населения. А вот в одном из общественных туалетов написано. Вода, используемая для слива в унитазах, небезопасна для питья. Вот так. Ну. Вот. И, наконец, внимание. Если после прочтения следующей фразы, которую я вслух произнесу, у вас появится вопрос, а что тут смешного. Друзья, я вас поздравляю. Вы американец. Щитки на голень не могут защитить ту часть тела, которую они не прикрывают. Ну, я же был в щитках, говорит человек. Держась, держась, так сказать, между ног. Получив челюсть. А он же был... Да. Но при этом мы вот ругаем американцев. А я проехал... Я побывал во многих кафе и ресторанах. Что я ел в России за эти дни? Ну, естественно, панакоту, карбонару. Папелло, фриту, фриту, тортифлет, рататуй, папелло, а следующее, мусяка. Вот я, допустим, еще что-то из этого знаю. А вот придет человек из поселка уральского в кафе, он выберет папелло или мусяку. Просто водочки. Говорит, папелло и мусяка, они рядом были. Капричиоза. Вообще, то, что я произнес, напоминает название редких насекомых. И отбивает аппетит. Во многих кафе это все написано русскими буквами. Потому что вроде как... Но... Есть такая голубая вода. По-английски это blue water. Написано blue water. Аппетита никакого. Как только заглянул в меню. Но есть еще... По-итальянски это нормально звучит. Потому что это язык другой, значение другое. Но русскими буквами пишут в меню regalo. Так и написано regalo. Ну regalo по-итальянски совершенно другое означает. Не то, что по-русски означает. Но я не знаю, что с вами будет. Вы меня простите. У нас сколько? 12+. Но это в меню многих ресторанов. Пирожное. Пирожное. Десерт. Простите, да? Захер. Да? Так называется. Это во многих. Говорят, ну это известный европейский десерт. Мне аппетит, как говорит, на Урале. А даже неудобно ей заказать это. Потому что один вопрос только. А за, как говорится. А зачем мне вот это? Мне сыпятся какие-то сообщения. Зачитаю в следующем нашим временном отрезке. Да, у нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, друзья. 8870 номер для ваших сообщений. И 0731 звоните, задавайте вопросы Михаилу Задорну. В конце программы мы уже совсем скоро подведем итоги. Не формат. Сатира. Ирония. Нет, просто правда. Реклама. 95 на 800 рублей. И путевку в Сочи. Такое возможно только на АЗС «Газпромнефть». Заправляйтесь и получите возможность отдохнуть всей семьей на горнолыжном курорте в Сочи. Акция проходит на АЗС «Газпромнефть» с 24 ноября 2014 года по 1 марта 2015 года. Заявки на участие принимаются до 18 января 2015 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения на сайте gpndfizpromo.ru или на АЗС «Газпромнефть». Что у вас? Ремонт или стройка? Ко всему готовы мы. Мчится Новый год на тройке. Заживем по-новому. Торговый комплекс «Каширский двор». Заживи по-новому. Скидки до 30% на двери и напольные покрытия. Каширское шоссе 19. Телефон 495-22-15-100. В большом городе всем должно хватать места. И водителям, и пассажирам. Для этого мы делаем Москву городом, в котором машины не мешают людям. Мы вводим выделенные полосы, строим метро и расширяем платные парковки. Средства доплаты парковок идут на благоустройство дворов и ремонт зданий. Следи за знаками. Следовать правилам правильно. Информация на паркинг.моз.ру Радиостанция «Юмор.ФМ» представляет. Предновогодняя Москва в ожидании нового ледового шоу «Аладдин и повелитель огня». Знаменитая восточная сказка. Увлекательные приключения. Лед и огонь. Полеты на ковре самолете в прошлое и будущее над гигантской ледовой ареной лужников. «Аладдин и повелитель огня». Изумительно красивое новогоднее шоу. Билеты по телефону 8495-739-3737. Без возрастных ограничений. «Юмор.ФМ». Телефон рекламной службы 8495-921-4041. «Аладдин и повелитель огня». «Как на небе облака, так вода серая. А проходит дождь и водь в море гладь да гладь. И, похоже, свысока теплое, загорелое. Солнце в руки упадет, если можно так сказать. Есть два маленьких огня, где крохотных мечты, живущие под тем, что называют солнцем. Все зависит от тебя. И если хочешь ты, то он к тебе вернется. Есть два маленьких огня, где крохотных мечты, живущие под тем, что называют солнцем. Все зависит от тебя. И если хочешь ты, то он к тебе вернется. Здравствуйте, друзья. Еще раз всем, кто только присоединился к радиостанции «Юмор.ФМ». Мы продолжаем программу «Неформат». И у нас впереди новости, которые поступают от вас на 8870. В частности, пишут нам люди из Москвы. Михаил Николаевич, как вы относитесь к московскому новости о том, что правительство решило ввести платный въезд на МКАД? Да так же, как ко всему отношусь. Лишь бы состричь бабки с населения. Вот все, что они придумывают, лишь бы где еще поиметь население и взять с них денег для закромов, которым присосались. Но сегодня же пришла новость, которая должна, видимо, обрадовать всех, кто расстроился. По сообщению РБК, кстати, эта информация прошла, она пока не подтверждена еще. Про платный МКАД, о том, что такие планы есть, стало известно только сегодня. И сегодня же стало известно от М24РУ, что власти Москвы рассматривают вопрос о возвращении пива и сигарет в розничную продажу в ларьках. Пора занимать очередь. Они были запрещены с 1 января 2013 года. Все бабок не хватает в закромах. Сейчас рассматривается вопрос о том, что могут вернуть пиво и сигареты по той причине, что малый бизнес страдает, не может никак развиться. Вот мне пофигды малый бизнес. Вот почему они заботятся все время о бизнесе? То есть о прибыли они заботятся, а не о том, чтобы людям стало лучше. Сбербанк в Чехословакии, и у меня есть доказательства тому, в Чехии, извините, да, извините, в Чехии, дает кредиты 6,99%. 6,99% кредита, да, а на строительство 3%, а у нас он дает какие проценты? 15, 16, 17, 18. Человек, попавший в ипотеку, никогда в жизни не выплатит ее. Ну, даже если взять долларовые и евро, да, кредиты. Все равно выше значительно. В три раза выше, чем даже вот в Латвии, где я живу. Там 4%, у нас будет 8%. Ну, примерно, я говорю, это зависит, я умную сейчас фразу произносу, это зависит от Либора, конечно. Но, тем не менее, а про МКАД мне пришла, они уже, знаете, это у них профессия называется, у полицейских дорожных, продавать палочку. И они стоят уже, продают на самых перекрестках. Ну, тут письмо я получил, что меня остановил сегодня гаишник. Ну, я ехал, превышал скорость, 130 км в час. Но он такой радостный был, что он сейчас меня, с меня все поимеет. А он так резко махнул палкой на взмахе вверх, что она у него вырвалась из рук, из руки улетела за спину. Я останавливаться не стал, потому что поза гаишник, бросающий палку за спину, не описана в ПДД. Смешная, конечно. А это только что тоже пришло, значит, мне такое наблюдение, ну, пишет, вы только что рассказывали про армию, про двойного майора, который подполковник. А это история в Архангельской области. Значит, управление внутренних дел и один из самых высоких замов главного, фамилия Ларьков. И он поехал на проверку в область, заходит в один из райотделов, а он в гражданской форме поехал. И представляется, я проверяющий Ларьков, а ему дежурный в глаза, значит, говорит, который не видел, раз ты проверяющий Ларьков, то иди проверяй свои ларьки. Пошел вон отсюда. Уволили мгновенно. Слушайте, ну вот где эти истории? Все-таки ему интересные страны. А это пишет, потому что опять я упомянул про образование, как чмырят нашу молодежь. И он, значит, пишет, что сыну задали, учитель пишет, что детям задали такое, значит, задание на дом, слова, из которых они должны сочинить стишок. И слова были такие «желтые», «дождь», «лужи», «хмурые» и «листья». Вот этот набор слов, стишок. А дети сегодня плохо вяжут, они даже, когда матом ругаются, не вяжут падежи. Естественно, к родителям вращаются. У одного, значит, пришел пахан, видимо, сильно, сильно чем-то расстроенный. И сынишка попросил, ну, тот записал ему набор слов. Хотя очевидно, что здесь осень, хотели описать, «желтые листья». И сынишка не потом принес, посмотрите, что было с учителем, который прочитал, якобы ребенок, «желтые листья, желтые лица, это китайцы идут похмелиться». «Желтые листья». А мужик пишет мне, извините, что я разбавляю политику, но это того стоит. Стояли втроем на балконе, курили. И один бросил чинарик, значит, окурок, ветер, и на балкон внизу падает, а там ковер, и начинает тлеть. Пошел запах, что наши придумали? Они вдвоем берут этого мужика за ноги, и он пытается дотянуться, чтобы взять окурок. Ну, это вообще, только русские могут с их отсутствием испуга бытового совершенно, да? Не может дотянуться. Что делают? Он раздевается, они его вытягивают обратно, он раздевается, чтобы было легче, снимает с себя все, берет пылесосную эту вот трубу, и хочет чинарик затянуть пылесосом. Они его держат за ноги, голого, он с этой трубой, а в это время гарь с балкона, запах почувствовали соседи снизу. Вышли на балкон, а там, я не могу, голый мужик вверх ногами пылесосит их ковер. Ну, я не могу. Вот население классное. Ну, как американцам нас понять после этого? Да, я думаю, что прекрасно вы такую картину сейчас новогоднюю нарисовали. Это Новый год. Да, да, да. У нас есть очень хороший опрос, который на улицах мы провели, и людей спрашивали, что они думают по поводу того, что на Новый год нужно куда-то поехать, отдохнуть. Это же традиция уже такая старая, добрая в России. Давайте послушаем, что отвечали люди на улицах. Я еду в Австрию, и билеты были куплены еще до санкции такого жадного евро. Нету достатка, чтобы ехать на Новый год, но в феврале, пока у нас еще виза открыта, мы надеемся еще раз полететь. Я бы за границу точно не поехала. Я такая девочка-домоседка, которая любит дом родителей, братьев, сестер. Новый год должен быть зимой, со снежком в Москве вместе с близкими, а если лететь в теплые страны, то не ощущается особо Новый год. Новый год – русский праздник. Я за русские традиции, я патриот. Про заграницу я теперь не думаю. Вот эти санкции, честно говоря, очень пугают, и я бы не хотела покидать границы России. У меня нету загранпаспорта. С недавними событиями, когда Крым присоединили, я вообще так подумал, зачем делать загранпаспорт. Я лучше подожду, когда Россия будет везде, и я смогу спокойно гастролировать по всему земному шарику. Гастролировать. Ничего себе выразилось, когда Россия будет везде. Это не мы говорили, заметьте. А знаете, мне понравились высказывания. Действительно, Новый год – праздник наш. Ведь Дед Мороз – это произведение славянское, это славянское творчество. Ну что ж, мы будем к этому, к этому, как, не Микки Маус, а как он? Не Микки Ру, как он? Санта Клаус. Микки Клаус. Ну, Санта Клаус – это человек, клаустрофобия, от которого пошла. И у которой, когда-то, я говорил, прошлый Новый год, что у него даже бабы нет. Ну, что это у него олени одни? Ну, это зоофил какой-то. Ну, а наш дедушка пришел, конечно, надо встречать. У нас, я вообще всегда встречаю у нас Новый год. Это не мой любимый праздник, но встречаю я его всегда у нас, причем иногда, вот я даже встречал в Якутии. Почему снега было, вот как должно быть на Новый год? У нас, к сожалению, здесь уже такая загазованность, что и снег не пробивает с неба на землю. Но я с ними согласен. Если бы меня спросили, я бы тоже сказал, надо у нас встречать. Но при этом в Европе все чаще задаются вопросом, а где русские туристы? И крупный европейский туристический портал разместил большую статью о том, что порядка 30-30 процентов ожидает снижение в этом году туристических заявок. Именно из России. Так вам и надо. Так им и надо. А то тоже повадились разводить лохов русских. В Сент-Морице, о котором я уже упоминал, я однажды был во время Старого Нового года. Не Нового Нового года, а Старого. И наши трое заказали вино сто с лишним лет выдержки. Они заплатили за три бутылки больше ста тысяч евро. Все официанты выстроились, смотреть, как они будут это пить. Потому что пить это нельзя. Это коллекционное вино. Но им продали, потому что лохам же надо впендюрить. Но интересно, посмотри, как они, я имею в виду, гадость, будут пить. Хотя это предмет коллекции. И действительно, наши так выпили, что-то как-то им не цепануло. Не торкнуло их. Еще и водочки давай неси. Да, они пошли в бар, говорят, пойдем в водочки, хряпнем потом. Вот за ними все официанты шли, не веря, что они хряпнут после этого в водочки. Ну как таких потерять сладеньких? Так вам и надо за ваши. Вот наша санкция будет такая. Будем ваши петрюсы у себя дома пить. Друзья, ну у нас сейчас будет небольшая рекламная пауза. 8870 номер для ваших сообщений. Почитаем 0731 звонки на сайте веселыйрадио.ру открытая онлайн-трансляция. Заходите, смотрите, что происходит в студии. Программа «Неформат» продолжает свою работу. Барак Обама, Ангела Меркель, Сильвио Берлускони и Франсуа Алланд тоже любят программу «Неформат», но не понимают ни слова. Учите русский. Прямо сейчас на Юмор-ФМ. Реклама. Успех – это путь, которым я наслаждаюсь, потому что уверен в каждом своем решении. Новая Toyota Camry воплощает мои мечты о престижном и динамичном седане бизнес-класса. Зимний пакет оборудования и подогрев заднего ряда сидений дарят мне абсолютный комфорт, независимо от погодных условий. Мой автомобиль подтверждает мой успех. Новая Toyota Camry воплощает мои мечты. Узнайте больше на сайте toyota.ru и у официальных дилеров Toyota. Toyota Новый год – это новые впечатления, новые эмоции, новые достижения и новый специальный вклад от «Связьбанка». Вклад зимний – это шанс сохранить и приумножить ваши средства. Ставки повышены. Откройте вклад в одной из трех валют – рублях, долларах США или евро. Подарите себе уверенность. Государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» является главным акционером УАО «АКБ-Связьбанк». Подробности по телефону 8 800 500 00 80. Лицензия Банка России номер 1470 от 17 августа 2012 года. Слышали про приложения, от которых невозможно отказаться? Только до конца года. Покупая Subaru XV с двухлитровым двигателем или любую модификацию Subaru Forester вы получите мультимедийную систему на платформе Android в подарок. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке и получения ищите на сайте subaru.ru Юмор. ФМ. Телефон рекламной службы 8 495 921 40 41 Юмор ФМ представляет о жизни с юмором Неформат с Михаилом Задорновым прямо сейчас на Юмор ФМ Продолжается программа Неформат. Мы движемся, как обычно, по синусоиде. Такое у нас немножко политики, потом забавных новостей. Михаил Николаевич, новость, которую просят прокомментировать наши слушатели, в том числе. Ну, потому что братский народ живет на Украине и многие хотят знать, что там происходит. А новость этих дней заключается в том, что Петр Порошенко объявил... Петро Шоколадный. ...объявил о том, что, возможно, вполне в правительство украинское придут иностранцы. И уже есть даже некоторые заявления от лидера блока Петра Порошенко в Украинской Раде, который говорит о том, что некоторые ключевые посты могут быть заняты иностранными представителями. Объяснение такое, что они не подвержены коррупции, поскольку являются внешними управляющими, а эксперты говорят в этой связи о том, что фактически вводится внешнее управление Украиной со стороны Запада. То есть, насколько здесь серьезная эта ситуация? А я думаю, что в этом... Может быть, это даже лучше. Вы знаете, потому что Петр Порошенко, ну, он в разных разборках участвовал, в разных компаниях существовал. Он прекрасно понимает, что такое мафия, что такое коррупция, что такое воровство. Он во всем этом существовал. И он бы не достиг успехов, если бы он не соображал и во всем этом не ориентировался, как рыба в воде себя не чувствовал. Он прекрасно понимает, что справиться не с националистами, ни с фашизмом, ни с Коломойским, ни с такими же перцами, как Коломойский, он уже не сможет. Эта ситуация вышла из-под контроля. И тут он хочет, я думаю, скинуть себе ответственность такую, сказать, а вот извините, между прочим, министром у нас американец, вот это он все против вас затевает, или не дает вам доворовать, как вам мечталось. Более того, я думаю, что это раздербанит Украину окончательно. Потому что многие будут недовольны, ведь придут, что такое западные менеджеры, они не против немножко украсть, но в соответствии с евростандартом воровства, вот так скажем, ну допустим, я не знаю, там 7 или 10 процентов, но не 90, как у нас. И я думаю, что это начнется очень серьезное противоречие на Украине. Грузия уже такое проходило недавно. И представьте себе, невозможно было, чтобы грузинские милиционеры, полицейские не брали взяток на улице, а ведь не берут. Это пришел менеджмент Запада. Я, вы знаете, как отношусь к Западу, но у Запада есть все-таки свои плюсы. Например, они дисциплинированы, во всяком случае, если сравнить сегодня с нашими менеджерами, которые не имеют профессии, да, они недообразованы, но в своей узкой специальности они умеют работать, западные люди наши, и образование сегодня не имеют, и работать не имеют. Все гостиницы, вот эти, в которых я останавливался, они не имеют обслуживания, если там не руководит, и, извините за это гадкое слово, если менеджером там не иностранец. Не получается, все равно мебель раздолбана, а иностранец ходит и собирает. Рациональное мышление на Западе развито гораздо более серьезно, чем у нас. И мне кажется, что Порошенко, может, даже они и с Путиным перетерли. Есть сведения, что они каждый, каждый день созваниваются, очень делаются, потому что обозлились те, кто против Порошенко, и даже в блогах многих писали, что Путин ему угрожает, Порошенко сдрейфил, там чушь, это все. Они не будут опускаться до такого. Они просто делово обсуждают, что надо делать, и я думаю, что Украине пришел кирдык с человеческим лицом. Но начало положено ими самими. Ну, на Украине на этой неделе также стало известно, что собираются исключить из учебников истории фразу «Великая Отечественная война», заменив ее на Вторую мировую. И чиновник, который отвечает за это направление деятельности, заявил, что происходит это лишь по той причине, что Украина явилась жертвой в разборке тоталитарных государств. Я все это слышал в Латвии. И это уже мы все знаем. Это калька с того, что в свое время преподнесли своему народу латвийские правители. Это ничего оригинального нет, но я хочу сказать, все, кто в Латвии этим занимались, вот я вам скажу сакральную вещь сейчас, очень тайную. Все, кто вырабатывали эту точку зрения в Латвии, националисты местные, очень плохо закончили. Все или болезни, или неприятности, или с детьми, потому что не надо плевать в прошлое. Плюешь в прошлое, плюешь в будущее. И это ждет и тех украинских правителей, которые этим занимаются. Я предупредил. жалко, что они нас не слышат, отключили. Я там персона нон-град. Вполне возможно, что слушают через интернет. А, да, прислушайтесь. Я вас предупредил. Неприятности будут в личной и семейной жизни. Насколько в таком случае будет приятной или неприятной жизни у людей, которые изобрели новую куклу Барби и активно продвигают ее на рынок. Они все растолстеют. Они новую куклу Барби придумали. Это фэт. Потому что такое количество молодых американок настолько толстые, что с ними, по сравнению с ними, шпалоукладчицы наших железных дорог просто модели. Конечно, им нужно теперь, чтобы не комплексовать, выпустить. Я правильно догадался? Да, абсолютно точно. Вот у нас здесь есть фотография. Вы можете посмотреть ее на нашем сайте. Я видел, это омерзительно. Я вот показываю ее сейчас в камеру. Здесь сравнение. Одна Барби такая, какая она была, а другая Барби, которая называется Plus Size. То есть, ну, размер плюс. И вот эта вторая Барби у нее вызывает... У нас такие Барби должны были бы одеваться в советское время в магазине «Богатырь». Да, это такая... Ты агрегат, Дуся, пела группа Любовь в свое время про таких девушек. Ну, у нее здесь отчетливо тройной подбородок, виден такая очень довольно крупная фигура. То есть, она не просто пышка, а такая довольно внушительных размерах, размеров деваха. И действительно, компания, которая выпускает эти куклы, посчитала, что для молодых, маленьких американок это будет более понятно, поскольку они напоминают им их самих. А та Барби, которая была, она обладает уж слишком нереальными формами. Ну, они хотят новый стандарт ввести, чтобы человек полный считал, что он нормальный. Потому что... Что такое полный человек? Это он жрет вот эту гадость, которая имеет лучшее соотношение между производством и прибылью. И вот эта гадкая еда совершенно американским бизнесменам не нужно, чтобы люди питались здоровой едой. Она прибыль не дает. Эту историю про то, что американские школьники... Там же программа стартовала в 2012 году, которую инициировала Мишель Обама, жена президента США. И программа направлена на то, чтобы улучшить здоровье американских школьников. Сейчас им не дают гамбургеры и картошку фри. Им дают соки, им дают рис, им дают какие-то нормальные, понятные нам. Они стали в Твиттере, в хэштегах писать thanks Obama, thanks Michelle и так далее. То есть и фотографии каких-то неразборчивых, ну то есть там, например, рисовый суп какой-то неприятно выглядящий, они это фотографируют и постят сразу в различных соцсетях с комментариями негативными. Зачем нас заставляют вот эту гадость есть? Яблоки и так далее. Зачем нам это? Верните гамбургеры. Ну и кто будет говорить, что они умные? Ну жалко их. Вообще они ведь хорошие американцы. Мне их правда жалко. Мне, знаете, мне Обаму жалко. Он уже схуднул, сбледнул и он уже скоро бледнолицем станет. Его, по-моему, каждое утро чмырят на ковре Ротшильда с Рокфеллером и он оправдываться перед ними должен. Они его, по-моему, загнобили окончательно. У них так раздрайв их партии. Он уже не знает куда деться. Он Путина ненавидит. Потому что это из-за него все начинается. Она же как играется с ним. Ощущение такое. Здесь вот новость пришла, точнее, не новость, а сообщение в гостевой книге. Человек довольно интересное наблюдение делает. Он говорит, почему, если Америкой управляют евреи, Россией управляют евреи, то они не могут договориться. Потому что и тем и другим выгодно все, что происходит. И Путин им очень мешает. Я не фан Путина. Позволить такое воровство в стране. Ну, я не могу это договорить. Хотя я иногда поражаюсь очень верным его высказыванием. И недавно он так меня порадовал. Фильм «Рюрик. Потерянный выль» собрал полтора миллиона просмотров. Очень серьезный знак, указывающий на то, что молодежь интересуется корневой историей. Вообще, что есть у нас доблестного в стране? Чем мы можем гордиться? Только своей историей сегодня. Потому что своего у нас производства очень мало настоящего. Чем мы можем гордиться? У нас очень много комплектующих деталей выпускается, но для ракет, самолетов, машин, ну, все туда уходит. У нас очень много изобретений, которые продаются как изобретения, у нас не остается. Все это называется все на продажу. Но история наша действительно доблестная. И организовали выставку в Москве Рюриковичи. Ну, конечно, там традиционная точка зрения, но это неважно. Выставка очень хорошая. Очень много собрано интереснейшего материала. Очереди стоят, как в былые советские времена, когда был нешуточный интерес у большинства населения к музеям. Там надо по несколько часов стоять, чтобы попасть на эту. Выставку продлили из-за того, что много желающих ее посмотреть. Знаете, я считаю, что, во-первых, заслуга фильма, который я как автор создал. И пришел наш президент. Так вот, интересно, что президент сказал. Я не помню дословно, но когда его вводили, и вот эту традиционную точку зрения, стандартную, такую, отформатированную историками и народцами, мол, пришли править из Скандинавии князья, а не западные славяги, они не были западные. И Путин послушал, сказал, а почему же вы одну точку зрения только даете, который придерживался Карамзин, а Карамзин был масоном. И придерживался такой, надо все-таки две точки зрения, сказал, есть и другая. Это знак нашим историкам и народцам. Хотя бы две точки зрения уважайте. Хотя точка зрения наша победит со временем. И этот знак дал сегодня им президент. на этой неделе еще пришло сообщение о том, что в Российской Академии Наук состоялся круглый стол, на котором выступал Клесов. И Анатолий Клесов, на которого вы ссылались... Близкий мне очень человек по духу, по отношению к истории. Да, я выделил эту... Обычно наукой не интересуюсь, но выделил эту новость по той причине, что здесь было замешано ваше имя, Михаил Николаевич. Потому что Олег Балановский, доктор биологических наук. Ой, давайте я попытаюсь угадать. Я не знаю, кто это, но на Клесово сейчас ополчились такие, знаете, такие модные сегодня ученые, которые хотят сделать бизнес на какой-то новой научном направлении. А Клесово мешает, потому что Клесов Гарвард. И американцы, которых задорно высмеивает, вообще в науке они гораздо честнее, чем в политике. У них есть деньги на это. И там не дадут врать так, как дают врать нашим якобы ученым. Историки вообще не ученые. Если они за мою жизнь переписывали пять раз историю, то вы уже не ученые все. И вот сегодня многим есть ДНК-генеалогия, то есть по мутациям, которые научились определять в хромосомах, гаплотипы, так называемые, это все научные слова, которые я не очень, ну, я понимаю, но точно употреблять не могу их. Ну, я понимаю, что происходит, потому что мутации, это изменения определенные в роду, когда меняется народ немножко. И вот интересно, что сегодня есть в России и, естественно, в Украине, на Украине, как хотите, есть такие центры, которые тебе за бабки рассказывают, откуда ты родом. и твой гаплотип, но большинство из них просто гонят. Это как я, когда был в Тибете, значит, прилетали из одного банка, альфа-банка, прилетали топ-менеджеры, менеджеры, и они все на самолете залетали куда-то там на Джамалунгму, якобы, ну, какая-то Джамалунгма, для них, что не гора, тот Джамалунгма. И там сидел Раджа местный, ну, бывший учитель физкультуры из Бурятии, который втюхивал им про их прошлые жизни. И потом оказалось, что трём из них, он сказал, что они были Александры Македонские, два Цезаря, ну, один Клеопатрой был. А тот просто больше ничего не знает. Раджа вот смотрит в глаза ауру, карму щупает там и говорит, кто был в прошлой жизни. Вот это большинство тех, кто у нас занимается в России вот этой не просто ДНК-генеалогии, а на этом бабки делают, они втюхивают лохом их, вы все Рюриковичи. Я вот князь Голицын мне выдал, не Голицын, не помню, может, я путаю, но один из князей рода Рюриковичей мне выдал почётную грамоту, что я тоже принадлежу к роду. Какой род? У меня один крестьянин, второй пол. штук глупости. А потом оказалось, что этот князь был форточным вором в советское время. А сейчас... А ещё одна мне экстрасенша выдала грамоту, что я Рерихович. Она имела иду Рюрикович, но ошибка, и там было подписано, это от руки было написано. А внизу было написано грамота, 5000 экземпляров. То есть, они 5 тысяч ромоков, таких, как я нашла. И вот они Клёсова ненавидят, потому что Клёсов основывается на гарвардских опытах, исследованиях. Это американские. Американцы умеют это делать, и они исследовали огромное количество людей, потомков самых разнообразных национальностей. Вот завтра, кстати, у Клёсова презентация книги в Библии Глобус. Зайдите и спросите его самого. И он ответит вам не как лохом, а как человек образованный и всё понимающий, о чём он говорит. Друзья, у нас сейчас будет очень короткая реклама, после которой мы подведём как раз итоги ваших звонков на 0731 и ответим на самые яркие из них. Задорнов на прямой связи. 8-8-7-0 со всех мобильных веселое радио точка ру или просто оставьте записку под крыльцом. Не формат. Реклама Откуда столько подарков под ёлкой? Санта-Клаус опередил. Ааа, здесь был Юлморт. В Юлморсе HD-телевизор Samsung с режимом футбол всего за 16 990 рублей. Будь первым вместе с Юлмортом. Удиви Деда Мороза. Предложение действительно с 1 по 30 ноября. Подробности на юлморт.ру ОО «Юлморт РСК». Петербург. СИЗОВА 2А. ОГРН 111-784-760-79-00. Говорят, зима холодная будет. А значит, нужно в Декатлон. Теплый пуховик, удобная обувь и яркое термобелье из Декатлона замерзнуть не дадут. Декатлон. По городу и в горы. Покупайте онлайн на Декатлон.ру. ООО «Октаблу». Московская область. 84-й километром. МКАД. Тепозайл Туфи во владении 3 строение 3. ОГРН 105-500-517-01-20. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Юмор-ФМ. Телефон рекламной службы 8-495-921-4041. Вечер перечел, будто ты дождем. Разговор и снова ни о чем. И в ладонях не сперечь пламя этих свеч. Больше мы их вместе не зажжем. Опадет и облетит листва. Вот уже и не нужны слова. Может, просто все забыть. Так тому и быть. И когда-то вспомнится едва. Отпускаю. Куда тебя я отпускаю? Отпускаю. Ну, что поделаешь с тобой? И все же кто тому виной? Что ты забудешь, будь домой. Словно слезы капли на стекле. Ключ с тобой забытый на столе. Пусть судьба тебя хранит от любых обид. Отпускаю. Как не больно мне. Отпускаю. Куда тебя я отпускаю? Отпускаю. Ну, что поделаешь с тобой? И все же кто тому виной? Что ты забудешь, будь домой. Что ты забудешь, будь домой. Будь домой. Куда тебя я отпускаю? Друзья, ну что, программа «Неформат» выходит на свою финишную прямую. И у нас есть сейчас самые интересные вопросы от вас, которые поступили к нам на мобильный наш портал 0731. Спасибо, что звонили. Также некоторые из вопросов мы отобрали на улицах, когда спрашивали наши корреспонденты. Давайте послушаем сейчас. Добрый день, Николай Николаевич. Вы показали, что давно предсказание американского предсказателя о том, что в Америке 24-ти везда. Абрама пока 44-й. Как вы, как молодой? Спасибо. Ну, это вообще-то байка запущена давно. И то же самое говорили про Буша. И когда оказалось, что он 43-й, и сказали, что вот второй срок, он будет 44-й. Теперь это же перевели на Обаму. Поэтому давайте следующий вопрос. Это прежде чем доверять этому всему, посчитайте президента, вы получите совершенно другой порядковый номер Обамы. Мне это не близкий мне вопрос, я мясо не ем. Я вообще считаю, что кто мясо ест, тот очень агрессивен, и тот ходит и спрашивает, откуда мясо? Ему надо знать, чтобы подпитаться этим мясом. Я думаю, что это все не имеет значения, но я считаю, что надо как-то начинать борьбу с нашими негодяями внутри страны, с бизнесменами, и это должен делать интернет. Но неужели мы не можем использовать бесовское, я не знаю, что это бесовское произведение интернет для решения божественных задач? Ну, неужели мы не можем выводить на чистую воду с помощью интернета? Ну, почему такое количество троллей пишет дрянь? Вот знаете, я пишу там, не важно, что я напишу про Путина, допустим, в влоге. Первый коммент, ты дрыщ поганый, это значит на меня, придурок, на кого шуршишь пакетик, неважно там, неважно про кого я написал, и неважно, что я написал. Следующий пишет, ты сам, я тебе начищу за дядю Мишу аватарку, убери там, значит, и уже гонит на первого. Я уже ни при чем. Третье, вы оба дрыщи, вы видели фотки Волочковой? И вообще другая. А четвертое, элитная недвижимость в Сочи. Элитная недвижимость Волочкова. А пятый, а интересно, Путин может вот такие фотки, как Волочкова, сделать? И я вообще уже ни при чем совсем своему. Неужели нельзя вот эти технологии использовать для того, чтобы вывести на чистую воду тех, кого давно пора вывести на чистую воду? А мясо, я вообще, меня вопрос не цепанул. Ну да, очень плохое качество связи было. Да, вопрос касался того, что подходят покупатели и спрашивают, откуда у вас санкционное мясо. В Москве недавно был случай, когда группа возмущенных жительниц микрорайона написала заявление, и приехали соответствующие органы, которые опечатали этот магазин, в котором продавались санкционные продукты, сыр в частности. Откуда, мол, у вас может быть сыр? На что хозяин магазина сказал, так запрещено ввозить, а продавать-то не запрещено. Гениально. Давайте послушаем следующий вопрос с улицы. Меня зовут Валерий, вот, у меня родня в Саратове. Вы сказали, что город на бомжа похож, и теперь там половина служащих могут уволить из-за вас. Впредь прошу вас осторожнее высказываться. Я, во-первых, не помню, чтобы я такой... А, на каком-то радио в прямом эфире... Нет, ну, действительно, этот город, который поставил немало чиновников, и он такой сильный с точки зрения чиновничий город, но там не чувствуется заботы. Вот приезжаешь даже в Курган, там чувствуется забота, в Самаре чувствуется, в Екатеринбурге чувствуется, в Тюмени был Собянин, ну, очень расцвел город, когда он там работу всю возглавлял, организационно. Красивый стал город, такого не было в советское время, он был очень такой тяжелый по атмосфере. А Саратов... Ну, вот я еду, например, какими-то загогулиными городскими, и спрашиваю, это город или нет? Потому что не просто инвалидные заборы, шестая группа инвалидности у этих заборов, они покосились, падают, и очень применимо четыре времени года существуют в таких городах, как Саратов. Вот эта грязь намокла, грязь засохла, и грязь замерзла. И среди этих заборов ветхих смотреть на это очень страшно. Серость в мозгах заводится, слизью покрываются мозги, вдруг огромный билборд, и там написано Миха из Италии. Для кого это? Какая адресность? И я, наверное, был неосторожен, сказал про Саратов такие слова резкие, неполиткорректные, но мне отомстили саратовские зрители. Тяжелейший был концерт, хотя в Энгельсе тоже Саратов, но с другой стороны реки Волги, был роскошный концерт, а в Саратове тяжеловатый был. И одна женщина на втором ряду, это гениально, вообще три с половиной часа ни разу не улыбнулась. Я уже смотрел на нее, уже чуть не рожи корчить начал. И я не выдержал, говорю, ну почему вы не улыбаетесь? Я юморист, я уже к ней пристал. Уже даже зал затих, потому что такой наезд прямой. А она сидит, не реагирует. Потом подошел, а концерт закончился, она две книжки моих купила, три, пришла на пол, три книжки, пришла, чтобы я подписал, и говорит, цветы мне принесла. И говорит, вы меня извините, просто меня изжога мучила. Три с половиной часа только наш человек может сидеть с изжогой. Мне такая с меня стыдоба взяла, я наехал, а она мучилась, чтобы подарить мне цветы. Три с половиной часа. Поэтому если, вот, друзья мои, я иногда бываю некорректен, я еще, я такой иногда чувствую себя взрывчаткой такой, но с другой стороны, это значит молодость. Ну что, у нас подходит программа к концу, спасибо большое, что вы были эти два часа вместе с нами, и впереди у нас прекрасные выходные, но сейчас небольшой сюрприз от Михаила Задорного, как всегда. Ну, Брэндон Стоун, с которым я работаю, мне очень хочется, чтобы у него увеличилась популярность, а основные телевизионные каналы его не показывают, потому что он не формат. А я очень хотел бы, чтобы его как можно больше людей знало, потому что он все-таки вот, у него есть чему поучиться. Это умение играть, умение петь, это не попса в плохом смысле этого слова. Друзья, ну а я хочу от имени всего коллектива Юмор ФМ поздравить замечательную девушку Юлию Орлову с днем рождения нашего бренд-менеджера. Юля, счастья тебе, здоровья. Программа Неформат завершает свою работу. До следующих встреч. Брэндон Стоун прямо сейчас.